Всем здорова! Будущее наконец настало, и полноценный персональный компьютер не занимает пространство больше пачки сигарет. Разрабатывался прибор, конечно, не для такого, но тем не менее это не останавливает энтузиастов исследовать пределы этой платки. Таким небольшим исследованием решил заняться и я. Суть его следующая. Стоит ли приобретать такую технику за кровные три куска, если программировать особо не собираешься? И в этом небольшом цикле роликов я попробую общедоступными средствами собрать из пайки разные мультимедийные устройства и в ходе этого понять, насколько этот девайс гибкий. В крайнем случае, если всем насрать, данные видео хотя бы будут выполнять роль инструкции для меня, на тот случай, если все убьется. Ну за дело. Прежде всего пайку надо купить, и моя пришла из магазина, ссылку на который я оставлю в описании. Не сочтите этот жест за рекламу, ведь шла пайка очень и очень небыстро, но хоть дошла. Заодно в этом комплекте адаптер питания пришел. Конечно, практически везде в нейте указано, что в принципе питальником может служить зарядник для телефона, но вот ни один из моих не выдает желательные 2,5 ампера. Корпус, конечно, тоже более чем желателен, тем более, что он довольно дешев, радиаторы в комплект входят, да и вентилятор прилагается. Далее по списку видеовыход, и в пайке третьей ревизии предусмотрен только HDMI. На самом деле не только, как я понял, миниджек выводит не только звук, но и видео, и в будущем с этим могут быть проблемы. В общем, в данный момент самым валидным вариантом для меня является HDMI. И не имея альтернативы по подключению монитора, вновь был приобретен такой вот переходник с DVI, и это было ошибкой, но об этом позже. Сначала сборка, и у меня бывали сборки попроще. Плата просто не лезла в бокс. Пришлось то и дело отверткой поддевать. Дальше я понял, что винтики в общем-то не магнитятся, и чтобы закончить сборку пришлось применить нехилую меткость. Далее снова проблема. Производитель не указал пины с требуемыми винту 5 вольтами. Мультиметром я их конечно нашел, но все равно неприятно. Следующим шагом будет установка и запускать какой-нибудь ОС. Ведь биоса пайка как такового не имеет, и при запуске ничем кроме бездонной пустоты на мониторе не порадует. В качестве проверки можно будет использовать дистрибутив Raspbian, который считается самым стабильным для паек всех ревидий. Теперь о его установке. Для начала следует скачать сборочку NOOPS с прикрепленной в описании ссылки. После загрузки архива понадобятся еще две проги, и нужны они будут в дальнейшем часто. CD-форматор и диск имиджер. Скачали, поставили, можно накатывать ось. Вставляем SSD. Форматируем. Соглашаемся. После завершения нужно перетащить содержимое архива на SD-карту. Можно просто скопировать, но проще все же извлечь каким-нибудь архиватором. После извлечения файлов самое время извлечь и саму карту, чтобы монтировать в пайку. Итак, питание. Видео. О-оу, вот и проблема. Переходник упирается в кабель адаптера. Про звук я уже промолчу. Благо есть обычный провод. А в качестве динамика использую такую вот приблуду для Нокии на трех батарейках. И беспроводные клава-мышь. Вообще, конечно, можно любые использовать. Итак, при втыкании адаптера в сеть система завелась автоматически. И сразу предлагает поставить Разбиан. Почему бы и нет? Конечно, для использования система очень хорошая, но о ее плюсах и минусах в следующий раз. Сейчас важно просто понять, с чем мы имеем дело. Вот система и поставилась. Теперь валится в первый ребут. Сразу можно обратить внимание на лог загрузки ядра. И судя по тому, что все статусы ОК, система поставилась и завела все свои компоненты корректно. Вот более-менее привычный вид настольного ПК. Итак, маленькая проверка. Че-то хочется музяки, и я знаю, как ее достать. В данный момент могу использовать только Wi-Fi. Подробнее об этом будет в полном ролике по Разбиан. А пока что есть. Подключаем. Ставим. Теперь можно воткнуть и флешку, где запила лежит. ОК, звук уже есть. Но раз и нет тоже есть, то отчего бы не попробовать в него зайти. Как можно заметить, загрузка страницы идет хорошо. Но вот если посложнее, что попробовать, все же есть тормоза. Но об этом позже. Закончив свои дела, можно и гаситься. Кнопка Shutdown здесь предусмотрена. Вот только как и в случае с BIOS, у Raspberry Pi нет никакого намека на ACP-i. И полностью выключить устройство можно только выдернув адаптер. По сборку и запуску все. Далее будет более целенаправленный ролик. Пока-пока.